Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» Это программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни 27 сентября в Рязани прошел Всероссийский день бега «Кросснация-2015». Центральный старт состоялся в полдень на площади Соборной. Подробности у Глеба Галушкина. Всероссийский день бега или «Кросснация-2015» уже давно стал самым массовым и масштабным спортивным событием всей страны. Ежегодно, начиная с 2004 года, на центральные улицы городов, чтобы пробежать трехкилометровую дистанцию, выходят тысячи жителей России. Рязань уже давно присоединилась к физкультурному легкоатлетическому забегу. Как подсчитали организаторы, в это воскресенье на старт «Кросснации» вышло более четырех тысяч горожан. Приходили на Соборную площадь, а именно отсюда начиналась дистанция как целыми семьями, так и трудовыми, школьными и студенческими коллективами. Мы сегодня пришли, ну, по-моему, на взгляд, нас больше 400 человек, по регистрации вот еще не сообщили. Маленькие детишки, сотрудники, бежали километровый забег. Мы бежим три километра, все в основном. Я думаю, что это даст нам хорошее настроение. Мы говорили о том, что самое главное для нас – это участие, чтобы мы пробежали. Если у кого-то удастся пробежать лучше, чем свой результат, который, может быть, был в школе по нормативам, это уже будет успех. Если кому-то удастся войти в тройку, это будет совершенно успех. Но мы настраивались именно все вместе прийти, все вместе пробежать, почувствовать себя одной большой командой Медицинского университета. Первый забег прошел по маршруту Соборной версты. Километр преодолевали самые младшие участники, чей возраст не превышал 10 лет. Тяжело было? Сложно? Тяжело. А почему тяжело? Потому что меня на полупути задавили. Прям задавили тебя? Да. А как? Скажи. Вот я бежал, мне подножку поставили, и на меня, меня не увидели, я встал и на меня напрыгали. А как же потом добежал-то? Ну, не знаю, собрасывал все силы свои и добежал. Я тренировалась, вчера на стадионе бегала. Ну, оказывается, это не так легко, как я думала, но все равно я получила удовольствие от этого забега. Я думаю, что в следующем году тоже пойду на кросс-нации. А далее стартовал основной трехкилометровый этап. Среди лавины бегунов кто-то бежал ради спортивного результата, кто-то же для собственного удовольствия. Первенствовал на дистанции в 3 километра спортсмен Александр Именин, входящий в десятку лучших стайров страны. Трешку он одолел за 8 минут 33 секунды. Среди женщин лучший результат показал Татьяна Сычева. Ей дистанция покорилась за 10 минут 21 секунду. Впрочем, важно отметить, что кросс-нация – это не просто спортивное состязание, но и социально значимое событие. Ведь основная цель – отнюдь невысокое достижение, а пропаганда здорового образа жизни. Ты сама занимаешься каким-нибудь спортом? Да, я плаваю. Засколько спорт важен в жизни? Спорт оздоравливает организм. Мне нравится. Мой спорт очень хороший, он не очень травмоопасный. Я буду продолжать заниматься. Буду продолжать участвовать в соревнованиях, прославлять наш город. Нравится то, что вот такая большая толпа людей, вот такая атмосфера позитива, доброты, то, что все любят бегать, это нравится. Я занимаюсь спортом вообще давно, а именно кросс-нацией участвую со школы еще. Я полюбил. Спорт, ты сам каким-то занимаешься? Занимаюсь легкой атлетикой, хожу в тренажерный зал, всегда как бы в тонусе, в движении. Спорт – это жизнь. Спорт, здоровье, бег – это жизнь. Достижения. Ну, здесь знакомых много, много встреч, много эмоций, заряд бодрости. Много молодежи, что радует. Ну, стараемся тянуться за молодежью. Сколько получается, но иногда и впереди бываем. Поучаствовать в кроссе-нацией 2015 на улице городов Рязанской области вышли порядка 20 тысяч человек. Кстати, в следующее воскресенье любители здорового образа жизни ждут в парке ЦПГО, где пройдет день ходьбы. С приходом холодов любители здорового образа жизни начинают готовиться к зимним видам спорта. Один из наиболее популярных видов спорта, да и почитаемых среди жителей России – это, конечно же, хоккей. На этой неделе стартовал розыгрыш ночной хоккейной лиги. Ночная хоккейная лига появилась 15 декабря 2011 года после встречи президента России Владимира Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея, на которой прославленные спортсмены озвучили необходимость решения проблем развития любительского хоккея. Сейчас лига имеет свое региональное представительство по всей России. Рязанская область с первых же сезонов принимает активное участие в развитии любительского спорта. Благодаря ночной хоккейной лиге здоровый образ жизни становится более популярным, а любительский хоккей во всей России стремительно развивается и возрастается. НХЛ действительно является центром всероссийского любительского спорта. Если заглянуть в историю, в 2011 году в первом турнире, организованном по инициативе Владимира Владимировича Путина и звезд российского хоккея, участвовало всего лишь 80 команд. А Рязанская область была представлена, по сути дела, сборной нашего города. Сегодня в турнире НХЛ Рязанской области участвует 16 команд, а любительский хоккей занимается более 500 человек. География турнира постоянно расширяется, и количество участников растет. Юбилейный пятый сезон розыгрыша НХЛ стартовал матчем между Касимовским восходом СУ-2 и командой Шкода Рязань. Особенностью нынешнего отборочного этапа станет новая формула проведения соревнований. На первой стадии команды распределены на две группы. Четыре лучших идут в четвертьфинал, и уже там, по олимпийской системе, разыграют звание победителя. Эта формула, как считают организаторы, позволит избежать проходных игр и повысит зрительский интерес. Посетили Рязанский рядовый дворец прославленные хоккеисты. Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев и олимпийский чемпион Валерий Каменский. Надо сказать, что самый приятный регион, с которым работать вообще беспроблемно, это Рязанский. И мы всегда с удовольствием приезжаем сюда, когда я сюда уже практически четвертый раз сюда приезжаю. И надо сказать, что организация турниров и организация всего процесса в Рязани всегда проходит на самом высоком уровне. Благодаря Смирнову, ее помощников, Министерству спорта. Надо сказать, что все, никогда никаких претензий со стороны нашей лиги к Рязанскому региону никогда не было. В нынешнем региональном этапе ночной хоккейной лиги будет бороться рекордное число команд – 16. Примечательно, что приезжают людовые дружины, в том числе и из районов области. Региональный представитель НХЛ Олег Смирнов на пресс-конференции сообщил, что, возможно, в скором времени у хоккеистов-ветеранов появится своя арена. Место под строительство в областном центре уже выделено. А сейчас о другой коллективной игре – о футболе. На футбольный клуб Рязань провел очередной матч в рамках розыгрыша первенства по футболу в зоне центра. Свой очередной матч 11-го тура первенства страны рязанские футболисты провели в Орле. Надо сказать, что большую часть матча футбольный клуб Рязань больше контролировал мяч и, соответственно, больше атаковал. Однако создать по-настоящему голевые моменты не получалось. Впрочем, в конце тайма Артур Шахназаров навесил с правого фланга на рослого нападающего Александра Антипенко. Но форварду не хватило точности. Мяч прошел выше ворот. Во второй половине матча уже Орел действовал более агрессивно. Но со всеми ударами хозяев поля без труда справился Виталий Яковлев. Была возможность открыть счет и у рязанцев. После подачи с углового Рустем Хлеулин пробил головой, но вратарь соперников отбил мяч. Итогом матча стала нулевая ничья. Если бы вкратце, я бы сказал, что такая равная, непонятная вязкая игра, результат которой мы так не заводим. Но хотя все равно мяча, как я всегда говорил, это лучшие поражения. Но по игре одинаково, что Орел, что мы выглядим одинаково. Футбольный клуб «Рязань» сохранил за собой третье место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. У идущего вторым пензенского «Зенита» 21, у лидера Тамбова 22. Следующий матч рязанцы проведут в Белгороде против местного «Энергомаша». Еще одна приятная новость. В адрес министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Евгеньевна Пыжонковой поступил благодарственный адрес за подписью президента Российской Федерации стрельбы из лука Владимира Николаевича Ишеева. В адресе выражается благодарность главе Министерства спорта региона за большой вклад в подготовку и проведение финальных соревнований по стрельбе из лука на седьмой летней спартакиады учащихся России. Несомненно, стрельба из лука – развивающийся и достаточно популярный вид спорта в нашем регионе. А крупные соревнования, проходящие в нашем городе, не раз доказывали, что у рязанских спортсменов определенно есть прекрасное спортивное будущее. В Рязани на лучно-арбалетном стрельбище чемпионата Центрального федерального округа по стрельбе из лука. Данные соревнования в новинку нашему городу проходят они впервые в истории. Здесь мы принимаем 10 регионов, не только Центрального федерального округа, здесь есть гости из Чувашии, гости из Ростовской области. Всего более 70 спортсменов. И эти соревнования идут как тестовые для нашего региона перед проведением финала спартакиады учащихся России, который будет проходить здесь в начале августа. Тоже впервые в истории вообще рязанского спорта Рязань будет принимать спартакиады учащихся России. Стрельба из лука – для нашего города вообще абсолютно новый вид спорта. Впервые он у нас появился в 2004 году, а федерация образовалась еще позже, в 2007-м. Но, несмотря на это, уже сейчас это довольно популярный вид спорта. Более 400 спортсменов занимаются в федерации. В городе работает 4 специализированных тира. Ну а что касается непосредственно соревнований, проходили они на ура. Да и погода, к счастью, не подкачала. Радуя солнышком, поддерживала спортивный дух участников. Наталья слегка волнуется, но считает, что уверенность в себе и поддержка тренера обязательно помогут обрести желанную победу. А стрельбой с луком занимается вот уже два года. А почему вообще решила заниматься стрельбой с луком? Я как-то раз поехала на байдарках, и там мужчина сделал свой лук. Я попробовала, и мне правда очень сильно понравилось и заинтересовалась. И приехала в Рязань, и поискала в интернете, и нашла. И пошла заниматься. В планах на будущее стать мастером спорта, а еще уверена, что стрельба поможет как при поступлении в высшее учебное заведение, так и в жизни в целом. А вот Дмитрий приехал на соревнования из Москвы. Как вам все еще соревнования? Отлично. Всегда с радостью приезжаем в Рязань на соревнования. Хорошая организация, хорошее поле, гостеприимный народ. Для Дмитрия это уже далеко не первое соревнование. Стрельбой занимался еще в юности. И был неоднократным призером первенств еще СССР. Теперь в спортивной карьере второе дыхание. И чемпионаты, теперь уже Россия, также пополнили копилку спортивных наград. Вот для вас сейчас это просто удовольствие или какие-то спортивные планы все-таки имеются? Имеются, конечно. Не только спортивные удовольствия. Удовольствие тоже, да. Есть планы, так скажем, на следующий год поездить, так скажем, на международные соревнования. Ну и как бы на той же России, так скажем, повыше приподняться в звании. То есть уже в тройку входить на каждых соревнованиях. Выдержка, спокойствие, усердие на тренировках и воля к победе, по словам спортсменов, путь к успеху. Ну и, как известно, в здоровом теле здоровый дух. Так что занимайтесь спортом на здоровье. И обязательно будьте победителями. И не только в соревнованиях, но и в жизни. И на сегодня это все. Будьте спортивными и здоровыми. Вы всегда у вас открывается второе дыхание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!